Фильм, который вы увидите, снят по реальной истории жизни Грэхэма Янга. Однако все персонажи, кроме членов семьи Янга, вымышленные. Любое совпадение с реальными людьми абсолютно случайно. Грэхэм никогда не брал яды на работе. Он покупал их у химика-специалиста. Настольная книга молодого отравителя Закадровый текст читает Павел Морозов Субтитры создавал DimaTorzok Я был очень молодым, когда открыл себе талант в химии. Мои первые воспоминания — это тихие вечера, проведенные в безмятежности родительского дома, проведенные в разглядывании какого-нибудь научного открытия. Сновес подростком я стал видеть жизнь такой, какая она есть. Я бросил иллюзии, как это мог сделать только ученый. Я хотел познать этот тайный мир, сорвать его покровы и держать на ладони секрет бытия. А это тебе подарок от меня Для твоих опытов Настольная книга для экспериментов с пояснениями У меня было мало общего с моим отцом, сестрой и мачехой И домашняя жизнь была скучной Леди и джентльмены, ваши аплодисменты Для мистера Дики Боуна Сделаю каянам по чашке хорошего чая Я старался использовать все свое время для исследований Ведь даже самый обычный предмет домашнего обихода имеет свою научную ценность Он опять в моей комнате? Так и есть, я убью эту маленькую свинью Папа Грэг Хэм Янг, если еще раз залезешь в мои личные вещи, я тебе повешу Стой, вернись сейчас же Папа, я хочу замок на дверь Сестра Эстер хочет измерить ваш пульс Чтоб не провалиться, Фред Какого-то ябола ты намешал в чай Пахнет на шатырен, пап Как тормозная жидкость Как кошачья моча Грэг Хэм Тащи свою задницу сюда Ты брал маминой чашки и блюдца для своих чертовых экспериментов? Я тебе что говорил? Попробуй Давай, попробуй Пусти меня, я тут ни при чем Спроси лучше ее Спроси ее, что она готовила на кухне прошлой ночью, я? Да, ты Мне кажется, ты знаешь, что смешивала что-то в одной из маминых чашек Ты же не брала для этого лучший китайский фарфор? Точно брала Заткнись, что она смешивала? Свои штучки Какие штучки? Да Что это за штучки? Скажи ему, чтобы закрыл свой рот, пока я в него не ткнул Да заткнись Так ты смешивала или нет что-то в одной из лучших маминых чашек? Да Вот, уже что-то Так что это было? Неважно Это личное Личное? Женское Для удаления нежелательных сам знаешь чего Нет, я не знаю чего Ты что, беременна? Нет, конечно Кто-нибудь, уберите его отсюда Так что она готовила? Да, ради бога, забудем уже Мы уже любимая Ты можешь сказать мне, я ведь твой жених Я думаю, это прольет свет на дел Ах ты, ублюдок Дай сюда Нет Депиляционный крем заставит усики исчезнуть в считанные минуты Крики, любовь моя Ты мне никогда про них не говорила Берегись, Деннис Должно быть она оборотень Ты мне ничего про это не говорила Откуда мне было знать? Я знал, что кто-нибудь захочет мне помешать Но я не сойду с пути Я был на грани На грани великого открытия Медсестра Эфир хочет измерить ваш пульс Запретная книга Эти книги убрали с полок Потому что они подходят читателям до 18 лет И вы должны это хорошо знать, мистер Янг Анатомия Грея Патология для студенток-медсестер Мои друзья на панели Это для моего отца Он попросил меня кое-что найти Он ведь терапевт, знаете ли? Нет, он не терапевт Он механик в Кадоганс А твоя мама играет на гармошке в долматнице Так что теперь, мистер Янг Переведите круг своих читательских интересов В соответствующий отдел Знаете, я сейчас провожу серию очень важных научных экспериментов Отдел детской литературы напротив выхода Эй, сюда Это те, что ты хотел? Спасибо, мисс Батлер Вы очень добры Хочешь встречаться со мной, Грэхэм? Не стесняйся Западное водохранилище снабжает водой более одного миллиона человек Каждому королю нужна королева И я нашел себе королеву Я начал работать с новой силой Пока все шли обычным путем Каждый мой будний час поглощала учеба Что у тебя сегодня? Высшая патология и серийный убийца Нет, я про бутерброд А, яйца с зеленью Поменяемся? И вот однажды Я нашел его Опыт, который захватил мой разум, как никакой другой Сульфид сурмы Одно из самых летучих соединений в природе При неправильном обращении образует смертельно ядовитый осадок Но Ангютон открыл, что с помощью клуба он также может быть превращен в бриллиант захватывающей красоты Тогда я дал себе обет, что я владею им Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проклятье Симптомы отправления с тюрьмой Такие, как рвота и сильная боль в животе Легко можно спутать с массой пищеварительных расстройств Махнемся? Не далее, как в 1942-м Рональд О'Кифф, молодой бухгалтер из Нью-Йорка Отравил свою секретаршу обеденным бутербродом с сурьмой Хит, раскрыв кислый вкус яда Обильно заправив его горчичным порошком Горчица? Да, вот фото ее желудка О, боже, это отвратительно! Я думал, что Декстер разгнал тебя в детское отделение У меня есть связи? Она может достать мне все, что я захочу, в любое время Сью Батлер Но здесь ты можешь отчалить, если не против Я за ней ухаживаю уже много недель Ты ее знаешь? Знаю Сью и я, или скорее я и Сью В эту пятницу у нас свидание Первый ряд на ипподроме Голдерсгрен Видишь, два места У нас тоже там было свидание Несколько недель назад, правда? У тебя? Когда она тебе это поставила? Твоя печать просрочена, приятель Смотри, она почти стерлась Не веришь мне, Грэхэм? Вот, взгляни Настоящее типографическое качество Горчица Грэхэм 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Леди и джентльмены, ваши аплодисменты для мистера Дики Боуна! КОНЕЦ КОНЕЦ Ничего, что много соуса? У меня ужасное пристрастие к кетчупу. В детстве выпил целую бутылку по дороге домой. Из столовой. Похоже на сбитого машины человека. Видел одну аварию прошлым летом. Наш дом стоит рядом с одним опасным участком Северной Кольцевой. Ужасно. Кого-то ранило? Да. Молодую женщину. К счастью, смерть была моментальной. Она обезглавлена и упала в 50 метрах, вылетев через лобовое стекло. Да, пожарный несколько часов обшаривал дорогу, но не могли найти ее. Внезапно он повернулся к Этфилду. Похоже, ее траектория проходила через резервную полосу и с речку. Упала между трейлерами. Когда он туда подошел, он посмотрел назад и нашел то, чего не хватало в упаковочном списке. Иногда сила удара может так приложить голову, что она абсолютно исчезает. В грудной клетке. Что ты об этом думаешь? Я пропущу автобус. Вот деньги за чай. Ты забыла шоколад. Грязный извращенец. Что это значит? Эй! Это не мое. Тебе нравится смотреть на этих шлюх? Я же сказал, это не мое. Ты бы никогда не сделал этого, ты ведь уважаешь свое тело. Конечно, мам. Я бы скорее согласилась, чтобы меня кто-нибудь застрелил. Хорошая идея. Я же сказал, никогда раньше их не видел. Тогда что они делали за умывальником в моей комнате? Ты же не думаешь, что они принадлежат твоей сестре? Я не знаю, чьи они. Может, ее парни. Дениса? Денис работает главным метрологом в Министерстве торговли, слава богу. Ты больной, ты понимаешь это? Это не мое. Так чьи они тогда, если не твои? В ванну! Что? Быстро в ванну! Пока я... Ты портишь все, до чего дотрагиваешься. Я буду тереть тебя, пока не взвоешь. Ты грязный маленький демон. Субтитры создавал DimaTorzok Я заснул в объятиях своей возлюбленной, и той ночью мне снились мои бриллианты. Во сне я был счастлив, потому что бриллиант был моим, но когда я проснулся, он исчез. Грэхэм, уже все и стратил? Только один ингредиент, мистер Гоус. Теперь я понял, что все шло к этому моменту. Я решил, в каком направлении будет идти моя научная карьера. И назад пути не было. Моей дорогой матери. Где ты был? Мама там, с доктором Скоттом. Он знает, что с ней? Откуда мне знать? Я же говорю, он сейчас с ней. С ней все будет хорошо. Я дал ей миорелаксант и сделал ректальный лаваш. Лаваш? Клизму, папа. Клизму? А это есть, чего понадобилось? Вы знаете, из-за чего это? Скорее всего, из-за жирной пищи. Жирная пища? В нашем доме? Простите, мистер Янг, но, как я понял, расстройство у вашей жены предшествовало поглощение полкоробки бархатной победы. Я дал ей таблеток для желудка. Прописываю ей регулярный стул, шпильное питье и не смотреть на огонь. Следить за соблюдением оставляю нашего молодого медика, чтобы она соблюдала рекомендации. Две полные ложки в день, после еды. Первая часть эксперимента прошла по плану. Теперь на моем пути было только одно препятствие. Рэхам, где лекарства? Мама ждет. Несу. Любопытные глаза моей сестры Винни. Ей прописали две ложки. Сам знаю. Господи, хватит так подкрадываться к людям. Извини. Вот, принес тебе кружку чая. С чего этот вдруг превратился в ангела? Просто так. Я просто подумал, что мы должны быть дружными. Пока мама болеет. Ради бога, Грехам, ты говоришь, как будто она на смертном адре. А у нее простое расстройство желудка. Я так не считаю. А что ты считаешь? Ничего определенного. Просто пришло в голову. Бей чай, пока горячий. Так я мог проводить свои эксперименты без помех. О, Боже. Дыхание как у псина. Пахнет как... Как что? Как смерть. Милостивый Иисус. Милостивый Иисус. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Хорошо, перестань Подумать только Посмотри, дядя Джек Прямо молодой джентльмен, правда? А по мне, так директор похоронного бюро Был на службе племянник? В последнее время у меня очень много работы, тетушка Все еще ищешь лекарство от рака? Какой диагноз поставил бы ты, Грэхэм? Доктор Скотт считает, что это расстройство желудка на нервной почве Но я ищу другие варианты Я к Деннису Пока Бедная девочка Значит, она купила это в бутс? О, ты не представляешь, сколько смертельных продуктов продается по всей стране, тетушка Но обычно они хорошего качества Они продают самогонные аппараты Эти люди будут класть что угодным набора, лишь бы их покупали Люди очень неразборчивы Я не удивлюсь, если подобное стало причиной болезни моей бедной мамы Но, похоже, ты много знаешь про это Он маленький луи пастор Правда, Грэхэм? Подозрение было высказано Теперь осталось нанести решающий удар И однажды способ нашелся сам собой Это было на самом деле то, что я читал Отряд голландских партизан отправил нацистам источник воды Веществом под названием талии В течение нескольких дней нацисты передохли один за другим И все с разными диагнозами У всех них был только один общий симптом У них выпали волосы Я решил более тщательно изучить вещество У меня есть кое-что для тебя Кольцо с бриллиантом Оно принадлежало твоей матери Фред подарил мне его, когда мы поженились Но я никогда его не носила Я хочу, чтобы оно было у тебя Оно твое по праву О, Грэхэм Как забавно Стоило пройти через все это, чтобы мы стали роднее Грэхэм 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 Эксперимент 4 Отравленная сурьмой Молиянг Стабилизировалась Грэхэм Еду Папа, консервы не портятся Возьми себя в руки, хорошо? Я найду из-за чего это, даже если придется разломать дом на части Надеюсь, у тебя не случится еще один нервный срыв, как умерла мама Что ты сказала? Не думаю, что я снова буду ухаживать за тобой Скорее уж Грэхэм, потому что я не буду Неудивительно, что он стал таким странным Господи, да ты посмотри на нее Я больше не узнаю ее Она несколько дней в туалет не ходила Ходила, правда, мам? Ты знаешь, что нет Я бы услышал Ты какала сегодня или вчера, мама? Какала? Не писала? Я не верю, что это происходит со мной Никогда в жизни не болела Здоровая, как ломовая лошадь А сейчас посмотри на нее Как надломленный куст Она может тебя услышать Помоги мне задрать ей голову Да бога ради, вы что, не видите? Она не хочет Черт, вы шуты Я думаю, от него ей только хуже Она пытается что-то сказать нам Что такое, мама? Это лекарство? Это лекарство? Она пытается сказать Что хочет его принять Ей просто больно глотать И что нам с этим делать? Я думаю, вам надо идти на работу Сейчас вы не можете здравомыслить Я не пойду в школу Почитаю ей Может, она примет его потом Когда почувствует себя легче Выводи меня до автобуса Талий превзошел все мои ожидания Когда ее не стало Мы не могли выбрать групп Ореховый или Истика Выбор пал на орех Она любила орехи И вместе с неизбежной грустью Ко мне пришел интересный вопрос А именно Что если быть хорошим отравителем Значит не быть пойманным А чтобы стать известным Надо, чтобы тебя раскрыли Вот какие мысли меня посещали Когда я смотрел, как моя мачеха превращается в дым Не говори со мной так Заткнись Заткнись уже Не затыкай меня Хотите соуса, дядя Джек? Да, давай Немножко Чтобы лучше проскакивало Слышь Я не хочу, чтобы ты волновался И ни слова вина об этом Но Я себя последние несколько дней Немного странно чувствую Типа Такие же симптомы Как у твоей мамы Нет, тебе это кажется, Па Ты просто чувствуешь вину Из-за ее страданий И не хочешь расстаться с ней Просто так Но если ты волнуешься Мы всегда можем позвать доктора Скотта Ну уж нет Я не дам этому клоуну Копаться у меня в заднице Посмотри за пью Я сейчас вернусь Я нашел цель в жизни Далее станет объектом моих трудов Безкусный Безсветный Без запаха И не оставляющий следов Я стану величайшим утравителем В мировой истории Привет, Грэхэм Привет, Ник Привет, Сью Мы слышали про твою маму Я слышал, что и твой папа при смерти Да Та же больница, те же симптомы Через две недели Вот уж не повезло, так не повезло Наверное, скоро все на той улице Свалятся с какой-нибудь заразой Пока ты не останешься единственным ублюдком в Ницине Моя мама умерла из-за попадания костя в позвоночник, Майкл Она подскользнулась, прогуливаясь по саду и упала Вот так Никакой заразы, Майкл Здесь нет ни слова о заразе И на твоем месте, я бы думал, как говорить со мной К вам обоим относятся Вы знаете, где он? Думаю, его нет Это вы звонили? Я его тетя Это была моя выходная доза Долбанный идиот Теперь ты все испортил Все Я был обвинен в убийстве и попытке убийства И после быстрого суда Судья отправил меня на медицинское освидетельствование Доказательства были убедительными Я был неизлечимым психопатом И был приговорен по жизненному заключению Заключенный Грэхэм Фредерик Йонг Приказом Министерства внутренних дел Осужден и доставлен для лечения, сэр Розовую карточку, мистер Хопфуд Розовая карточка Всегда носи ее с собой 14 лет, да? Добро пожаловать в Харштаст, сынок Надеюсь, тебе здесь понравится Субтитры создавал DimaTorzok Два года спустя Папа! Мой сосед Беридж, молодой солдат из Ильюшмама Вернувшись домой, застрелил обоих своих родителей в голову Мамочка, кто ночью увиделся этот эпизод его жизни? Беридж, Беридж Беридж, проснись, тебе опять снится кошмар Давай спать У тебя никогда не бывает такого Грэхэм? Мама, видение и все такое? Нет Везет же Может, этот новенький парень сможет как-нибудь помочь мне? Какой новый парень? Я слышал, что в отделении новый старший Сихолог Хеатр Доктор Зейглер Его считают лучшим Ты занимаешься с ним, и если он почитает тебя вылечившимся Он ходатайствует за тебя в министерство Моя карьера отравителя могла быть временно прервана Но я с умом провел последние два года Передя из класса вышивания в класс плотинского дела Я открыл себе путь во второй блок В котором находилась большая библиотека За дни моего пребывания я пробежался по ее полкам Датские доктора кастрировали своих преступников-психопатов Что замечали они, хорошо на них сказывалось С точки зрения медицины и закона, это настоящий кошмар Юристы не знают, как назвать их, а мы не знаем, как их лечить Кому-нибудь из них был? Индивидуальный подход с тех пор, как они здесь Доктор Зейглер Этих пациентов не называют хрониками только для удобства В Хархарст мы продвигаем преимущества реабилитации Смиренно накладываем на себя более приземленные задачи контроля и защиты Понятно Значит, всех этих людей признали психопатами? Всегда одного, моральные уроды Позвольте, я покажу Как тебя зовут, мальчик? Беридж, сэр А почему ты здесь, Беридж? Я убил своих родителей, сэр А если бы можно было вернуться назад, ты бы сделал это снова? Нет, сэр Нет, сэр Почему нет, сэр? Почему ты думаешь, что не сделал бы этого снова? Потому что они вернули бы меня сюда, сэр Потому что они вернули бы меня сюда, сэр Условный рефлекс страха наказания Нет смысла работать здесь По моему опыту, психопаты редко показывают улучшения и идут на поправку Как говорится Леопард никогда не сменит добычу Волк, сэр Что ты сказал, мальчик? Простите, сэр Означает волк, сэр Переводится Как волк может сменить шкуру, но не натуру, сэр Но это не меняет смысл ваших докладов Я уверен, что вы абсолютно правы И вот так, на следующий же день, я был выбран для лечения знаменитым доктором Вы вылечите меня, сэр? Сядь, пожалуйста Ну, это мы еще узнаем Думаете, меня когда-нибудь выпишут? Не думаю, что сейчас время для таких вопросов Я думаю, что мы должны Заняться нашей работой Считаешь, что уже готовы идти отсюда? Я хочу жить правильно и по закону, сэр А что тебе мешало жить так раньше? Не знаю, сэр Доктор Трейфус сказал, что внутри меня что-то умерло Он сказал, что я больше никогда не смогу испытывать добрых чувств А ты веришь всему, что говорит тебе доктор Трейфус? Может быть, позволишь мне судить теперь о твоем состоянии? Значит, как сказал доктор Трейфус Умерло в тебе Скажем, предположим, что оно не умерло Скажем, что оно неправильно работает Как это, сэр? Ну, я думаю, что наши эмоциональные функции не отличаются от наших конечностей, наших органов Они могут сломаться, повредиться И я думаю, что все, что сломано или испорчено, также может быть отремонтировано Вы почините меня, сэр? Ну, это будет зависеть не только от меня Большую часть работы будешь делать ты А как вы узнаете, что я не притворяюсь? Потому что Работу, которую мы будем проделывать в этом кабинете Мы будем делать вместе Понимаешь? Я буду с тобой в этом путешествии И мы поймем Когда найдем, что искали Я хочу, чтобы ты рассказал мне свои сны Вы хотите, чтобы я рассказывал вам свои сны? Да Я хочу, чтобы ты их записывал Кто-то однажды сказал Пока что-то не записано Оно не существует на самом деле Тоже и с нашими снами Запиши свои сны на бумагу И мы сможем их исследовать И узнаем, что они хотят нам показать Ты сделаешь это для меня? Я думаю, что это чудесная идея, сэр И я хочу поблагодарить вас за предоставленную возможность С этого момента дела с доктором Зайдлером пошли замечательно То есть я так думал Но он просил меня о невозможном За все время, проведенное в больнице Я не видел ни одного сна Ни одного Я стою в комнате И из нее два выхода Один из них лестницей ведет вниз, в темноту И сначала я думаю, что хочу спуститься туда и посмотреть, что там такое Другой ведет на тихое, залитое солнцем поле И внезапно я оказываюсь у озера И у меня с собой мои химикаты Бутылочки и пробирки с ядами Один за другим я порожняю их в озеро После этого я чувствую себя очищенным И потом я проснулся Как вы думаете, что это означает? Я думаю, он хочет донести до нас, что мы впустую тратим время Ты это выдумал, да? Ты хоть представляешь, чего мне стоило добиться работы с тобой? В этом заведении 700 человек И передо мной стоит непосильная задача выбрать нескольких С которыми я могу найти время работать Так что если ты не готов быть честным То обещаю тебе, я найду того, кто будет честным Мне дали еще один шанс Доктору Зейблеру совершенно точно нужен был настоящий сон Но где мне его взять? Чего? Я думаю, нам надо излечь их Как будто они ядовиты Я думаю, нам надо их записать Кто-то однажды сказал, что пока что-то не записано То оно не существует Я не умею писать Это не важно Можешь рассказать их мне, и я их запишу И когда они будут на бумаге Они будут принадлежать нам, понимаешь? Они будут нашими Ну ладно Ладно Начинается это так Я вхожу в дом И все пахнет жиром Типа свиного, знаешь, такой сладкий запах И потом я вижу Там мои мама и папа И их конечности оторваны И они зеленые и гнилые изнутри Но самое худшее Я вижу в туалете Я иду в туалет Потому что думаю, что меня стошнит от запаха Я смотрю в унитаз и вижу Вижу голову своей матери Ее голова смотрит на меня из унитаза Потом ее лицо поднимается из туалета Губы в ярости дрожат Кровоточат Она их кусает Она хочет поглотить меня Она хватает меня И хочет затащить в унитаз И вот здесь я просыпаюсь Какой именно вывод мы должны сделать из этого? Ну да, понятно Я знаю, что вы относитесь к этому скептически Но если мы не можем помочь этому такому умному И испытывающему такие страдания То кому мы можем помочь вообще? То есть что мы вообще здесь делаем? Итак, благодаря стараниям доктора Зейклера Я был вырван из своей грядки И посажен прямо на дорогу к выздоровлению Я просыпаюсь дома в своей кровати За окном буря Мама говорит, чтобы я спал Каждую ночь Беридж срывал для меня плоды своей больной души И каждое утро я представлял их как свои собственные Я был счастлив Доктор Зейклер был счастлив Даже доктор Тейфус был счастлив Но был один человек, кто не был счастлив Беридж Беридж Все хорошо, все хорошо, я рядом Теперь расскажи мне все Расскажи мне все, что видел Не могу, ничего не выходит Оно выйдет, оно хочет выйти Нет Слушай, мы должны вытащить его наружу, Беридж Мы не должны дать ему загноиться Как твоим родителям И прикроватному коврику Нет, я не могу Ты можешь, Беридж И ты должен Давай же, думай, черт побери Не получается Оставь меня в покое Бедняга Беридж Последние три месяца я будил его каждый час И похоже, он наконец нашел конец своей привязи Ты ничего не мог поделать Самое главное, что ты привязался к нему Ты стал его другом Не знаю Я мог бы проводить с ним больше времени Ты слушался к его зову о помощи Иногда нам не суждено помочь, понимаешь? Это то, в чем я убеждался много раз В своей практике Видишь ли, у тебя был друг И ты огорчен, потому что его не стало И это хорошо В общем, это огорчение Это цена, которую мы платим За то, что становимся кому-то ближе Так вот, что это было Похоже, мне действительно его не хватает И это был двойной удар Моя будущая свобода зависела от бесконечного потока снов Бериджа И его смерть перекрыла их поступление Мы ждали и ждали и ждали Может быть, это потери, сэр Может быть, я еще не смирился с его смертью Наверное, поэтому я больше не вижу снов Но, скорее, это я подвел тебя А не твои сны Иногда, как мы сильно напираем В природе это не нравится Я уверен, что если мы еще немного Извини, Греха Боюсь, это уже не в моей власти Приходят новые заключенные Которым нужна моя помощь А если я продолжу работать здесь То я не смогу предоставить результатов Так что Разумеется, будем держать связь Будешь проходить терапию у других докторов Ты будешь в хороших руках Что? Тех же, что и Беридж? Прощайте, доктор Зейглер Примите мои извинения, что потратил ваше ценное время Вот, когда я уже оставил всякую надежду Произошла странная вещь Мой бриллиант В ту ночь он явился ко мне прекрасен Как никогда Я записал сон для него Доктор Зейглер Доктор Зейглер Греха Доктор Зейглер Мне снился сон Настоящий Я записал его для вас Все в порядке Отпустите его Отпустите его Спасибо, Греха Я потом прочитаю А сейчас тебе надо вернуться в строй Хорошо А я возьму это на выходные Грехам, вернись в строй Спасибо, Греха ПОЦИЗОЦИИ КОНЕЦ 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 Почему ты мне раньше об этом не говорил? Грахэм. Это секрет. Я хочу узнать про этот эксперимент с бриллиантом. Ладно, вот что я скажу. Ты использовал вещество под названием сурьма. Смертельный яд. Но тебя на самом деле интересовало не это. Ты хотел использовать его, чтобы сделать что-то прекрасное. Чтобы создать этот бриллиант Юнтона. Но что-то не заладилось, и голба взорвалась у тебя перед лицом. Да? И тогда ты использовал это вещество, чтобы отравить мачеху. Я прав? Я не настолько прост. Я заменил яд, чтобы провести их. Я использовал вещество под названием талии. Вот что убило ее. Талии? Тяжелый металл. Возможно, самое токсичное вещество, известное человеку. Перед тем, как меня поймали, я работал над смесью, которая бы делала его абсолютно не оставляющим следов. Оружие судного дня. Я бы сделал его. Но что-то пошло не так. Нет. Да. Иначе ты бы сейчас был снаружи, правил бы миром. Но ты находишься здесь. Так что, я думаю, что этот сон указывает нам на тот момент, когда все для тебя пошло наперекосяк. Понимаешь? В тот день, ты хотел получить что-то прекрасное в пробирке, а что-то превратилось в яд. Так что, я думаю, что мы должны вернуться и провести тот эксперимент еще раз. И, может, тогда мы заставим события пойти по-другому. Зачем мне делиться с вами своими знаниями? Вы сказали мне, кто я такой. Всем плевать на меня. У меня ничего нет, и я ничего не чувствую. Ну и ладно. Но у меня есть секреты. И зачем мне раскрывать их вам или кому-то еще? Они мои. Они — это все, что у меня есть. Ну, возможно, это заставит тебя передумать. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Верите или нет, но мои слезы были искренними Потоки слез Слезы о моей матери Слезы о моем друге И слезы о гнилом мире, который сделал меня таким Я решил, что теперь последует мое искупление Несколько лет спустя Определенно, разрешив Грэхэму продолжить свои научные изыскания здесь Я смог перевести его от зловещей науки На более ответственное и гуманное приложение его интересов Зло в пробирке стало добром в пробирке Я не говорю, что добился чуда Из пустой породы не добудешь ничего ценного Спасибо за выступление, доктор Может, нам пора самим взглянуть на пациента? Садись, Грэхэм Постарайся не нервничать, хорошо? Ну, кто хочет начать? Грэхэм, мы очень воодушевлены твоими научными успехами Можешь рассказать нам о том, над чем ты работаешь сейчас? Ну, мы ищем... Извините, мы, это я и доктор Зейглер Занимаемся трудами химиков 16-го и 17-х веков Которые исследовали медицинские свойства различных целебных трав Благодаря поддержке доктора я смог использовать небольшой участок земли И устроить там сад Благо, место ничем не занято Звучит потрясающе! Вы уже нашли какое-нибудь лекарство? Боюсь, мы еще не нашли лекарство от обычной простуды Спасибо, Грэхэм Еще вопросы? Да Я хочу задать Грэхэму вопрос Что, по-твоему, послужило причиной твоего умственного расстройства? И можешь ли ты быть уверен, что оно не заявит о себе вновь? Ну, сэр... Единственное, что я понял, пройдя через это Это то, что я больше никогда не могу быть ни в чем уверен В молодости я искал факты Я думал, что смогу их понять Что они меня успокоят Но они привели меня сюда Я не ожидаю прощения за то, что натворил Я убийца, признаю это Ничто не может изменить этот факт Мне придется жить с этим Но, может быть, если вы сочтете уместным Я смогу провести жизнь, искупая свою вину каким-либо образом И со всем уважением Лучшее место для этого Скорее всего, не здесь Совет вынес свое решение Ты свободный человек Ты рад? Это то, для чего я старался Кто будет заниматься садом, когда я уйду? Он пропадет У тебя там есть более важные дела Ты будешь учиться жить Мне страшно Это значит, что ты выздоравливаешь Отныне твоя жизнь будет состоять из маленьких побед и маленьких поражений Как и для всех нас Куда я пойду? Ты решишь сам с Божьей помощью Может, пойдешь в университет, как мы говорили Грэхэм Грэхэм Смотри, как далеко ты зашел Грэхэм 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня так уж сильно изменилось. Сначала зайди в дом, там увидишь. Потрясающе. Я не знала, какой размер взять. Столько времени прошло. Идеально, Винни. Я как раз о такой мечтал. Извини, времени было только на это. Не знала, чем ты теперь интересуешься. Теперь, когда ты перестал травить людей. Нам придется узнавать друг друга заново. Новое начало. Новая семья. Это пригодится. О, мои сигареты. Чудесно. Духи. И зажигалка. Настоящий Оникс. Не надо было, Грэхэм. Как будто мы богачи какие. Правда, Деннис? Да. Спасибо большое, Грей. Да, это очень интересная книга. Стоит почитать. Да, и кусочек сопротивления для Руперта. А это что еще такое? Это удостоверение. Открути крышку, внутри особый текст. Настоящим подтверждаю, что шпик Руперт прошел занятия по психоанализу и, несмотря на внешний вид, не страдает гидрофобией, как и любым другим собачьим психозам. Подпись. Зигмунд Фрейд. Мы будем пить чай? Дэн, ты что шутишь? После стольких чашек какао, должен сказать, у меня тоже разыгрался аппетит. Ну, вы двое даете? Нет, сейчас моя очередь. Я сделаю бутерброда. С холодной индейкой? Нет, все в порядке, я... Да, бутерброд с холодной индейкой будет в самый раз. Я же говорила тебе. Говорила. Заткнись. Я. Я? Ты хочешь это? Яблочное пюре? Ты не хочешь яблочное пюре. От него у тебя зубы гниют. Ну ладно, только попробуй. Ублюдок! Ты убийца. Долбаный, ублюдочный убийца. Что он сделал, Донна? Он хотел отравить Донну. Нет, я не хотел. Я ее пальцем не тронул, честно. Ей же 16 месяцев от роду. Она все, что у меня есть. Время звонить в больницу, да, Грехан? Может, лучше вернуть тебя? Да, может и так. Не так жаль. Ты пришел устраиваться кладовщиком? Да. Парня сейчас не взяли с тремя четверками. Правда? Пустая трата времени. В следующий раз они захотят ученого-ядерщика. Да, определенно. Следующий. Дорогой доктор Зайглер, вы будете рады узнать, что офицер по трудоустройству из Министерства внутренних дел наконец-то нашел для меня работу. Это фабрика Дадли Хантерс. Она производит высокоскоростные фотоаппараты и линзы. Я новый практикант кладовщика. Я думаю, это не та профессия, о которой я мечтал. Но благодаря ей я хотя бы встану на ноги. Давайте я помогу вам, Эдна. Какой ты милый. Так мне совсем работы не останется. В мои обязанности входит содержание главного магазина. Но я надеюсь, что со временем мои таланты найдут лучшее применение. А пока я стараюсь быть как можно более полезным. Королева-мать для вас, Рэй. И пес Дуглас для вас, правильно, Натан? Так ты поставил эти два вон туда. Вот еще два. С моей семьей все не так, как я надеялся. Мне надо найти собственное жилье. Работа открылась для меня новым живительным опытом. Здесь в коллективе довольно милые люди. И самое главное, благодаря политике Министерства никто из них не знает о моих прошлых проблемах. Твоя старая машина, правильно, Джон? Да, это она, спасибо. И с милой дамой для Дебры. Посмотри только на его руки. Разве они не прекрасны? Ты не знаешь, что они трогали. Только посмотри на них. Гладкие, как попка ребенка. Впервые в жизни меня принимали, как часть команды. С чистой биографией. Лучший дедушка в мире. Я чувствую, что это мой шанс жить так, как я захочу. И я понимаю, что должен благодарить вас за эту возможность. Остаюсь вашим верным другом, Грэхэм Янг. Давай, Деб. Давай, Натан. Пойдешь развеяться? Боюсь, у меня еще осталась кое-какая работа. Ладно тебе, Грэхэм. Саймон повезет нас, правда, Саймон? Ну, не знаю. Не ной, Саймон. Мы все влезем. В чем дело, сынок? Чего такой грустный? Иди и повеселись вместе со всеми. Отдашься получки. Ну, иди же. Боишь, ждать не будет. Этот раунд стоил мне 2 фунта 15 пенсов. Эта система раундов нечестная. Это женщина на Бокардис. Но я не могу больше задерживаться. Куда ты едешь? Назад в восточную Англию. Я работаю на докторской в области структурной неорганической химии. Занимаюсь лабораторной работой только чтобы покрыть издержки. Наверное, очень интересно. Они работают над камерой, которая делает 6000 снимков в секунду. Максимаш? Откуда ты знаешь? Она типа совершенно секретная. Работаю на складах. Комплектующие приходят и уходят. Так и догадался. Может, зайдешь завтра в лабораторию? Посмотришь на... Сам знаешь что. Спасибо, с удовольствием. Знаешь, Грэхэм, я сваливаю. Только не говори остальным. Я не против тебя, но остальных разводить по домам я точно не намерен. Они никогда не дают денег на бензин. Ну, что ты думаешь об этой вечеринке в Бершкире, Грэхэм? Не так уж плохо, да? Да, открывает новые перспективы. Перспективы, слышал? Я ведь тебе говорила, Джон, он точно был поэтом. А куда вы чапал Саймон? Я думаю, он пошел в туалет. А по мне, так он пытается улизнуть от нас. Да, не волнуйтесь. Я вытащил у него ротор из распределителя. Эй, ты смотришь? Вот это механические части. Ужен очень мощный привод, чтобы толкать пленку. Так, затвора нет. Очевидно, потому что они не могут приймать шторку. Так что пленка путешествует по этим призмам. Прекрасная система. И... Вот тебе маленькая задачка. Так как плоскость пленки очень далеко от линз, приходится переломлять свет на невероятный угол. Вот что мы используем для этого. Довольно необычное вещество, знаешь ли. Эй, ты слушаешь? Как будто привидение увидел. Так оно и было. Передо мной был рядами расставлен мой старый и верный знакомый, которого я не видел много лет. Далей. Была ли это уловка Министерства внутренних дел? Проверить, не вернусь ли я к старому занятию. Или это была галлюцинация? Может, я схожу с ума? Мне надо знать. Опасно. Где эти штыревые оправы, которые я попросил принести полчаса назад? О, да, правая, да, правая. Ты глухой или тупой? Простирай, я оставил их на металлическом складе. Простирай, я оставил их на металлическом складе. Ну и но. Хорошо, хоть яйца у тебя в мошонке не потеряются. Рэй? Рэй? Что случилось, Рэй? Я не чувствую пальцев. Побудь с ним. Билли? 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 Денис, вызови скорую. Быстрее. Билли? 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 Грэх, не хочешь составить мне компанию на обеде? С этим исследуем? Нет, спасибо, Саймон. Я немного занят. Чувствуете себя лучше, Рэй? Боль тупая или колющая? Я тебе тысячу раз говорил, оставь меня уже в покое. Со мной все будет в порядке. Это ужасно, что случилось с Билли, правда, Дебра? Да, да. Подпишешь эту открытку с пожеланиями выздоровления. Поднять настроение? А они знают, что с ним? Что-то с желудком, я полагаю. Да, но они знают, из-за чего это. Я знаю только, что он в больнице. Интересно, не то же самое, что у Рэя? Думаешь, это какой-то вирус? Слушай, мне надо закончить, Грэхэм. У тебя что, нет работы? Боже, Рэй, с тобой все в порядке? Я просто хотел попросить тебя подписать открытку. Но, думаю, сейчас не время. Доброе утро, Джон. Ужасные новости о Билли, не так ли? Почему ты постоянно здесь крутишься, Грэхэм? Ты работаешь не здесь, а на складе. Я просто хотел, чтобы Дебра подписала открытку. А, ясно. Просто держи свои волшебные пальчики при себе. Прошу прощения, Джон. Есть тебе что-то такое, что мне не нравится? Что ты имеешь в виду, Джон? Я ничего не имею. Просто иди обратно к старпюрам, где ты и должен быть. В этот раз ошибки не будет. Безвкусный, бесцветный, без запаха, без следов. Смертельный эликсир. Тайна кукол с клана. Одна капля, и я уничтожу мир. Досси, духи. Дебра, леди. Натан, пёс Дуглас. Джон, машина. Рэй, королева-мать. Билли, лучший дедушка. Как знает большинство из вас, Билли и Рэй находятся в больнице. И начали ходить слухи, что их болезнь связана с каким-то микробом. И поэтому может быть заразно. Я не знаю, кто начал распускать этот слух, но это на самом деле неправда. Мне нужно напоминать вам, что у компании есть очень выгодный заказ. Из Австралии, который надо выполнить. Я уверен, что могу на вас положиться, и вы приложите все силы. И мы сделаем все от нас зависящее. И все такое. Спасибо. Кто-то позвал меня на склад. Кто-то алчит моего тела или как? Есть тут кто? Что за дела? Натан? Грэхэм? Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И не важно прохожим в этот день. Джон, я хотел извиниться за вчерашнее. Я не хочу ссориться. Я бы не хотел, чтобы ты считал, что мои намерения имеют неблагоприятное направление. Да забудь. Спасибо за торт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Могу я попросить вашего внимания? Пожалуйста, извините. Я только что узнал ужасные новости. Рэй Брэйфэрт скончался. Джон, следи за собой. Его не стало этим вечером в половину седьмого. Алло. Это Грэхэм. Грэхэм Янг. Я друг Джона с работы. Я просто хотел узнать про его самочувствие. Его самочувствие, я боюсь, очень плохое. О боже. Ему больно? Недавно у нас был доктор. Он сказал, что улучшений нет. Он хотел положить его в больницу. У него была рвота и все такое. Да. Да, понятно. Желаю вам набраться силы. До свидания. Мы только что узнали о Биле. Его не стало. Умер ночью. Говорят, он умолял, чтобы ему дали пистолет, чтобы застрелиться. Джон в интенсивной терапии. Ажанапита звонила и сказала, что у него выпали волосы. Она сказала, что он выглядит, как ощупленная курица. Я не хочу, чтобы у меня выпали волосы. Она болеет с выходных. Ходят слухи, что это новый вид бубонной чумы. Я собираюсь отмыть каждый угол на кухне. Никто не скажет, что Эдна не делает свою работу. Я думаю, что все дело в плохой организации производства. Это из-за химикатов, которые используют для линз. Они боятся потерять австралийский заказ. И они пожертвуют любым количеством рабочих, чтобы выполнить его в срок. Попомни мои слова. Санитарная проверка будет полным очковтирательством. Но если ты так считаешь, Грэхэм, почему ты не сказал начальству? Тебе надо идти в полицию. Когда я был маленьким, у меня было нервное расстройство. Моя мама погибла в ужасной дорожной аварии. И меня отправили лечиться. Разумеется, я полностью выздоровел. Никто не в курсе моего больничного прошлого. Если они узнают, где я был, они сделают из меня козла отпущения. Обвинят меня как-нибудь. Это было ужасное заведение, Дебра. Я не смогу жить, если узнают, что они снова хотят отправить меня туда. Не волнуйся, Грэхэм. Никто больше не посадит тебя в эту дыру. Я не выдам твою тайну. Ну, у меня есть хорошие и плохие новости. После тщательного расследования я могу с радостью заявить, что у нас все чисто. Это хорошие новости. Плохие новости в том, что мы не стали ближе к пониманию того, что же это такое. Это может быть какой-то неизвестный вид гриппа, какая-то мини-чума, переносимая блохами. Может быть, даже радиоактивность соседнего военного аэродрома. Я просто перебираю догадки. Но в то же время у меня нет причины удерживать вас от работы. А вы рассматривали вариант отравления тяжелым металлом? Почему ты спрашиваешь? Ну, я читал, симптомы Рея у других жертв совпадают с отравлением металлом. Конвульсии, тахикардия, внезапное облысение, потемнение ногтей, обесцвечивание кожи вокруг носа и мошонки. Я бы хотел не начинать дискуссию, основанную на пустых размышлениях. Мы это проверяем, а вы все за работу. Спасибо. Мишли, становилось все понятнее, что работа моей жизни близка к завершению. Скоро я смогу принести плоды моего труда всему миру. В это субботнее утро все работали над австралийским заказом, очень опасаясь эпидемии. Теперь я испытаю последнее соединение. Скоро смертельное оружие будет моим. Лучшее оружие. Лучшее оружие. Я помогаю Британии. Черт! Черт! Поторопился бы он с чаем. Курли пересохла. Пойду посмотрю, что его задержало. Грэхэм, Эдна, Дебра, Дарси, Марк, Саймон, Рон и Том. Грэхэм, Эдна, Дебра, Дарси, Марк, Саймон, Рон и Том. Ну же грэхэм, он же остынет. Уже несу. Ну хорошо. Не забудь сахаром там, на полке. Нет, подождите. Нет, подождите. Чай! Два слева с сахаром для Тома и Рона. Смотрите, какие шикарные. А что случилось с нашими старыми кружками? Из-за заразы мне сказали их выбросить. Нет, не эти. Это для Тома и Марка. То есть для Тома и Рона. Я пью без сахара. Тогда не бери сахаром. Нет, не эту. Это для Саймона. И Рона. Я не хочу без сахара. О, тут есть сахар. Нет, нету. Поставь на место. Ну ладно, любой сойдет. Погодите, погодите. Я все проверю. Все нормально. Без сахара. Стойте. В чем дело, грэхэм? Это он. Он, зараза. Все это время. Он отравил нам чай. Дай кружку. Глупая женщина. Дай кружок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наверное, мы никогда это не узнаем Тем временем, я оставляю эту книгу тем из вас, кто захочет пойти по моим стопам, если вы обнаружите, что вас заворожили яды и их свойства. Пусть он поможет вам в этом странном и восхитительном путешествии. Ваш покорный слуга Грэхэм Янг Доктору Эрнесту Зэглеру, советнику по психиатрии, дом престарелых Клермонта, Херкерскент Грэхэм Янг Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Греха Маянга нашли мертвым в его тюремной камере 22 августа 1990 года. Причина его смерти остается загадкой. Фильм озвучен 23 августа 2018 года. Закадровый текст читал Павел Морозов. Не забудьте посетить нашу группу ВКонтакте. Озвучка фильмов от Паши Упэ. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok